Молитесь, Игорь Ильич. Боже, будь милостив ко мне грешному, создав имя Господи, помилуй меня. Бесчиславец и грешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Достойно есть я кого истинно блажить, и Богородицу присноблаженную, пренепорочную, Матерь Бога нашего, счастнейшую Херувиму, славнейшую истинно Серафиму. Безысление Бога, Слово, родишую истущую, Богородицу Тебе не тяне. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскресе измертвых, Господи, Иисусе, Христе, Сыне Божий. Молитва ради причисти Твоей, Матери, силы честных, жертвовящего Христа, святых ангелов, наших хранителей, и всех ради святых. Помилуй и спаси нас, яко благослови, и человека любец. Аминь. Боже, милостью будь негрешным, создав имя, Господи, помилуй меня. Без счастлива, если грешил, Господи, прости меня, грешного, и помилуй. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Боже, очисти меня грешевых, и не коли же благое сотворив пред Тобою. Мои сбаи меня от лукавой, да будет он неволя Твоя. Да неосужденно, отверзу уста мои недостойно, восполю имя Твое Святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и вовеки веков, аминь. Царю Небесный, утешитель души истины, иже бездесы, И вся исполняя сокровища благих и жизни подателю. Приди вселися вны и очистены от всяких скверны, и спаси блаже души наша. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу И ныне и присно и во веки веков Аминь Пресвятая Троица, помилуй нас Господи, очисти грехи наши Владыка, прости беззаконие наше Святые посети и исцели немощи наше Имени Твоего ради Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Слава Отцу и Сыну и Святому Духу И ныне и присно и во веки веков Аминь Отче наш, иже истина небесе Да светится имя Твое Да придет Царствие Твое Да будет воля Твоя, як он и небесе и на земле Хлеб наш насущен Дашь нам днесь И отстави нам долги наши Як ожи мы оставляем должником нашим И не веди нас в искушение Но избави нас от лука вагон Ибо Твое есть Царство Сила и Слава во веки Аминь Оставши от сна припадом тибла Жангельскую песню пиемте сильные Свят, 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 свят Иси Божий Богородицу И помилуй нас Слава Отцу и Сыну и Святому Духу Отодраясь на воздвигу Иси Господи Думай просвети и сердце Снемай и отверзивай Ежи петель и Святая Троица Свят, свят, свят Иси Божий Богородицу И помилуй нас Ныне и присно и во веки вековами Внезапно Судья приедет И к его же деяниям Обнажаться Но страхом зовем полуночи Свят, свят, свят Иси Божия Богородицу И помилуй нас Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Слава, слава, благодарю Тебя Се Святая Троица И кому герает Твоя благость И долготерпение Не прогнелся на мне ленивый И грешный Не погубил Загония моими Но человеколюбствовал Иси обычный И вничай И влежащий Говоздыг Меси Воежеутриньте Словослойте Державу Твою И ныне, Владыка Просвети Мои очи мысленные Отверзи Мои уста Поущайте Со словесием Твоим И разуметь Заповеди Твоя И творите Волю Твою И пейте Тебя во исповедании Сердечным И воспевайте Все святое Имя Твое Отца и Сына И Святого Духа Ныне и присно И во веки веков Аминь Придите Поклонимся Цареве Нашему Богу Придите Поклонимся Христу Цареве Богу Нашему Придите Поклонимся И припадем К самому Господу Иисусу Христу Аминь И Богу Нашему Сто Первый Псалом Господи Услышь молитву мою И вопль мой Да придет К Тебе Не скрывай Лица Твоего От меня В день Скорби Моей Приклони Ко мне Ухо Твое В день Когда Вас зову К Тебе Скоро Услышь Меня Ибо Исчезли Как дым Дни Мои И кости Мои Обожжены Как головня Сердце Мое Поражено И иссохло Как трава Так что я забываю Есть хлеб Мой От голоса Стенания Моего Кости Мои Прикнули К плоти Моей Я Уподобился Пеликану В пустыне Я стал Как филин На развалинах Не сплю И сижу Как одинокая Птица На кровле Всякий день Поносят Меня Враги Мои И злобствующие На меня Клянут Мною Я им Пепел Как хлеб И питье Мое Растворяю Слезами От гнева Твоего И негодования Твоего Ибо Ты вознес Меня И низверт Меня Дни Мои Как уклоняющаяся Тень И я Иссох Как трава Ты же Господь Вовек Пребываешь И память О тебе В рот Рот Ты Восстанешь Умилосердишь Над Сионом Ибо Время Помиловать Его Ибо Пришло Время Ибо Рабы Твои Возлюбили И камни Его И опрах Его Жалеют Ибо Ибо Боятся Народы Имени Господня И все Цари Земны Слава Твоей Ибо Созидит Господь Сего И явится Во славе Своей Призрит На молитву Беспомощных И не Призрит Моления Их Напишется От семь Для рода Последующего И поколение Грядущего Схвалит Господа Ибо Он Приникнул Со Святой Высоты Своей С Небес Призрел Господь На землю Чтобы Услышать Стон Узников Разрешить Сынов Смерти Дабы Возвещали На сегодня Имя Господне И Хвалу Его В Иерусалиме Когда Соберутся Народы Вместе И Царство Для Служения Господу Изнурил Он На пути Силы Мои Сократил Дни Мои Я Сказал Боже Мой Не Восхити Меня В половину Дней Моих Твои Лита Вроды Родов Вначале Ты Господь Основал Землю И Небеса Дела Твоих Рок Они Погибнут А Ты Пребудешь И Все Не Как Лиза Обвешают И Как Одежду Ты Переменишь И Изменятся Но Ты Тот же И Лита Твой Не Кончится Сыны Рабов Твои Будут Жить И Семь Утвердиться При Лицом Твоим Благослови Душа Моя Господа И Вся Внутренность Моя Святое Имя Его Благослови Душа Моя Господа И Незабав Всех Благодеяни Его Он Прощает Все Беззакония Твои И Сцеляет Все Недуги Твои Избавляет От Могилы Жизнь Твою Венчает Тебя Милостью Щедротами Насыщает Благами Желание Твое Обновляется Подобно Ру Юность Твоя Господь Творит Правду И Суд Всем Обиженным Он Показал Пути Своим Моисею Сынам Израилевым Дела Свои Щедр И Милостив Господь Долготерпелив И Многомилостив Не До Конца Гневается И Ни Вовек Негодует Не По Беззакониям Нашим Сотворил Нам И Не По Грехам Нашим Воздал Нам И Ибо Как Высоко Небо Над Землей Так Велика Милость Господа Боящимся Его Как Далеко От Восток От Запада Так Удалил Он От Нас Беззакония Наши Как Отец Милует Сынов Так Милует Господь Боящийся Его Ибо Он Знает Состав Наш Помнит Что Персть Дни Человека Как Трава Как Цвет Полевой Так Он Цвет Пройдет Над Ним Ветер И Нет Его И Место Его Уже Не Узнает Его Милость Господня От Века И До Века Боящимся Его И Правда Его На Сынах Сынов Хранящих Завет Его И Помнящих Заповеди Чтобы Исполнять Господь На Небесах Поставил Престол Свой И Царство Во всем Обладает Благословите Господа Все Ангелы Его Крепкие Силы Исполняющие Слово Его Повинуясь Глазу Слова Его Благословите Господа Все Воинства Его Служители Его Исполняющие Волю Его Благословите Господа Все дела Благослови душа моя Господа, Господи Боже мой, Ты дивно велик, Ты облечен славой и величием, Ты одеваешься светом, как ризою, простираешь небеса, как шатер, устрояешь над водами горные чертоги Твои, делаешь облака Твои колесницей, шествуешь на крыльях ветра, Ты творишь ангелами Твоими духов, служителями Твоими огонь пылающий, Ты поставил землю на твердых основах, не поколеблется она вовеки и веки, бездны, как одеяние Ты покрыл ее, на горах стоят воды, от прещения Твоего бегут они, от гласа грома Твоего быстро уходят, Восходят на горы, не сходят в долины, на место, которое Ты назначил для них Ты положил предел, которые не придут, и не возвратятся покрыть землю Ты послал источники в долины, между горами текут воды, поют всех полевых зверей, дикие ослы утоляют жазу свою При них обитают птицы небесные, и следы ветвей издают голос Ты напоешь горы с высот Твоих, плодами дел Твоих насыщается земля Ты произвращаешь траву для скота, и зелень на пользу человека, чтобы произвести из земли пищу И вино, которое веселит сердце человека, и елей, от которого блистает лицо его, и хлеб, который укрепляет сердце человека Насыщается древо Господа, кедр ливанский, который он насадил На них гнездятся птицы, ели жилища аисту Высокие горы, серна, каменные утесы, убежища заяцем Он сотворил луну для указания времен Солнце знает свой запад Ты простираешь тьму, и бывает ночь Во времени бродят все лесные звери Львы рыкают о добыче, и просят у Бога пищу себе Восходит солнце, и они собираются, и ложатся в свои логовища Выходит человек на дело свое, и на работу свое до вечера Как многочисленны дела Твои, Господи Все соделал Ты, Премудра Земля полна произведений Твоих Это море великое пространное Там присмыкающиеся, которым нет числа Животные мало и с большими Там плавают корабли, там этот Леофан, который ты сотворил играть в нем Все не от тебя ожидают, чтобы ты дал им пищу в их свое время Даешь им, принимают Отверзаешь руку твою, насыщается благом Скроешь лицо твое, метутся, отнимешь дух их, умирают, и в персть свою возвращаются Пошлешь дух твой, созидается, и ты обновляешь лицо земли Да будет Господу слава вовеки, да веселится Господь о делах своих Презирает на землю, и она трясется Прикасается к горам и дымятся Буду петь Господу во всю жизнь мою Буду петь Богу моему, да коль есть Да будет благоприятна ему петь моя Буду веселиться о Господе Да исчезнут грешники земли И беззаконных, да не будет более Благослови душа моя Господа Аллилуйя Слава Отцу и Сыну и Святому Духу И ныне и присно, и во веки веков, аминь Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тебе, Боже Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тебе, Боже Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тебе, Боже Господи помилуй, Господи помилуй Господи помилуй Слава Отцу и Сыну и Святому Духу И ныне и присно, и во веки веков, аминь Многомилостивый и всемилостивый Бог мой И Господь Иисус Христос По Своей много любви сошел на землю И воплотился, чтобы спасти всех И снова Спаситель Спаси мне благодатью Твоей, молю Тебя Ибо если по делам спасешь меня То ты не будешь благодатью и даром, но более делом Ей многие щедротах и неизречены в милости Ибо Ты сказал, что верующий в меня жив будет И не увидит смерти во веки Итак, если вера в Тебя спасает отчаявшихся То верую, спаси меня Ибо Ты Бог мой Создатель Вера же вместо этого дела да умеется мне, Боже мой Потому что совершенно не найти дело правдущих меня Но это вера Да будет превыше всего Да ответит за меня Да оправдает меня Да и от причастникам славы Твоей Вечной И да не похитит меня Сатана и не похвалится Слово Что оттурит меня от Твоих руки оградой Ну или хочу, спаси меня Или не хочу Христос мой Спаситель Поспеши скорее Скорее Погиб я Ибо Ты Бог мой, очрев Матери Моей Спадуй меня, Господи Возлюбить Тебя теперь та же Как возлюбил этот свой тайный грех И чтобы снова потрудиться для Тебя Без лени Усердно Как плечи потрудился Твоим Прещающим Особенно же Потружусь для Тебя, Господа и Бога моего Иисуса Христа Во все дни жизни Ныне и всегда Веки веков Аминь Аминь Святой Ангел Поставь на хранить Моя бедную душу И несчастную жизнь Не оставь меня грешного И не отступи от меня За него сдержание мое Не дав возможности Узлома демону Починить мне себе При благодании Утого смертного тела Возьми крепко несчастную И опустившуюся руку мою И выведи меня на путь спасения О, Святой Ангел Божий Хранитель, покровитель Бедной души и тела Прости мне все Чем я оскорбил Тебя Во все дни моей жизни И если я чем согрешил Прошедшую ночь Защити меня на настоящий день И сохрани меня От всякого искушения вражеского Чтобы мне Не проникать Бога Никаким грехом И молись за меня, Господу Чтобы Он утвердил у меня Страхи Свои И сделал меня рабом Достой на Свои милости Аминь Аминь Пресвятая Ладыщица Моя Богородица Своими святыми Всесильными молитвами Отгонять мне Смиренно Несчастного раба Твоего Уныние Забвение Неразумие Нерадение Удали со скверной Лукавой И хульной помосой Закаянное мое сердце И помраченного Ума моего И погаси Плавимый страстей Ибо я убыл к несчастью Избавь меня От многих Пагубных воспоминаний И помыслов И освободи меня От всяких Злодеяний Ибо Тебя Благословляют Сироды И причистое Имя Твое Славится Во веки Вечное Аминь Аминь Молите Бога о нас Святые угодники Божии Ибо мы усердно к вам прибегаем Скорым помощником Молитвником о душах наших Богородица Дева Радуйся Обрадована Мария Господь с Тобою Благословен ты в женах И благословен плод Шрева Твоего Яко родила Иси Христа Спаса Избавителя душам Непобедимая Божественная сила Счастная Житворящего Креста Господня Не оставь У нас грешных Уповающих Натя Спаси Господи Люди Твоя И благослови Достояние Твое Победа на сопротивные Дары И Твоей Сохраняя Крестом Своим Житом Своем Спаси Господи Помил От самого Духовного Родителей Сродника Благодетия Митрополита Илариона Епископа Евтихия Вениамина Агафангела Геомида Тихона Антония Священария Акима Павла Геннадия Сергия Сергия Василия Иоанна Михаила Наума Кирилла Амбросия Владимир И Глебу Не дай погибнуть Диаконов Евгения Александра Михаила Андрея Епископа Максима Митрополита Сергия Патриарха Кирилла Венедикта Франциска Корнилия Александра Деодора Митрополита Тихона И весь священнический Иношеский Чин И высший Истинный Служитель Миссионеров Христианам Язычникам Иудеям Мусульманам И буддистам И нам Дающим Священника Если угодно Тебе Господи Смири Власти И воинства Их Наведи Страх Твой На них И через них Сотвори Господи Благое Церкви Твоей Дабы Издавали Мудрые Законы И дали Достойно Жить Людям Дабы Было Еще Уделять Нуждающимся И сохрани Их От покушения На них Владимир Адеметия Дональда Рамзанов Владимир Александр Эрдогена Амана И дару Мир Израилю Россию Украине Сирии Где война Идет И научи Насценить Это мирное Время Приготовь Землю К великим И страшным Испытаниям Грядущим На всю Вселенную Слава Тебе Господи За тихую Мирную Ночь Что Жизнь Нашу Продлил И разум Сохранил Дай нам Желание Трудиться Обнаружить И умножить Наши таланты Дарованные Тобой Для всего Пошли Вам Добрых Помощников Наставников Советников Сохранят Всякого Рода Зла И греха В этот День От непосильных Искушений Услыши Нашу Молитву О врагах Украти Их Ярость И ложь И в судный день Не помяни Их безумие Не дай им Погибнуть Посети Благодетелей Наших Воздаем Добром Всей жизни Будущей Елену Людмилу Обрати Евгения Наталью Надежду Юрию Наталью 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 Игоря Надежду Татьяну Татьяну Неанилу Валентину Александру Марию Ваше сокровище В интернете И книги Здесь И в пути Трудящихся Игоря Юлия Дмитрия Сергея Сергея Андрея Вячеслава Сергея Обрати Тимофея Тимофея Мартина Германа Александра Симона Леонтия Благослови Надежду Валентину Екатерину Анастасию Наталью Наталью Михаила Нину Анну Юрию Рахиль Ездрова Рустик Тимура Обрати Дай ему Веру Твою Святую Екатерину Екатерину Галину Марину С кем Познакомились С кому Возвестили Слово Истины И от Пьянства Извали Павла Михаила Андрея Владимирова Александра Игоря И от Ступников Найди Михаила Николая Александра Юлия И Максим Господи Сердце Укрепи Его Умягчи Аллилуйя Будь милостив Ава Отче Свят 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 Господь Сава Вся земля Полна Слава Его Аллилуйя Слава Вышних Богу На земле Мир В человеках Благоволение 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 Святую Библию Библию И указал На толкование Святых Отцов И на каноны Церкви Как на истину Аллилуйя Пресвятая Госпожа Богородица Преснодева Мария Матерь Христа Бога Нашего Спаси С молитвами Своими Господи Воздай Добром Здесь И в вечности Всем Помогавшим Нам В путешествии Миссии Павла Зинаиду Владимира Виктора Николая Дмитрия Сергея Надежду Людмилу Ангел Христов Хранитель Мой Святой Моли Бога Негрешен Благодарю Тего Мой Ангел Сколько Лет Ты Хранил И защищал От видимых И невидимых Опасностей Прошу Тебя Добрый Мой Ангел Заступник Не покинев Смертный Час Когда Душа Будет Разлучаться От Тела И Проведи Душу Мою Помытарством Страшным И Непонятным И Веди Я Навеки Вечное Царство Христа Бога Нашего Нашего Аллилуйя Иоанн Креститель Претеща Христом Боли Бога О нас Научи Нас Господи Жить И в бедности Имея Пропитание Одежду Быть Благочестивым И довольным Никогда Не роптать Никому Не завидовать И быть Во всем Экономным И каждому Дару Жилье Сергею Гавриилу Святитель Христом Никола Мир Лекис Ищущий Датворец Моли Бога О нас Молите Бога О нас Святые Пороки Божии Илья И 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 Малахия, Давид, Напан, да не Илотрахи, пророк Михей, Авраам и Саакьяков, да исполнит Господь духом пророчество церковь свою, дабы день прихода Твоя наше отшествие не застал и с неготовыми, но чтобы вышли навстречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами полной милей добрых дел, садял он в Духе Святом с любовью. Господи, благослови пребывающие в городе Вениамина, Иеремию, Василису, Елисавету, Анфису. Дай им страх Твой, святой, и сохрани их от падения. Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, Хюрвимы и Серафимы, и все небесные силы к престолу Божию предстоящего, святые апостолы, Петр и Павел, евангелисты, Матфея, Марка, Лука и Иоанн. Да дарует нам Господь жажду исследовать священное Писание и претворить его в жизнь, ибо они свидетельствуют о Тебе, и через них мы думаем иметь жизнь вечную. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые мученики, мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарм Сминский, Хеусин, Философ, Космай, Дамиян, Андрей Стратилат, Иерон, мученик, Климент Римский, Климент Антирский, Анфим Некомедийский, Георгий, Победоносец, Пантелеимон, сорок святых мучеников, Царь Николай, Святое Царское Семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертания зверя Антихриста. Молите Бога о нас, святые отцы, и Василий Великий, и Григорий Богослов, и Анзатаус, Апанасий Великий, и Фрем Сирин, Антоний, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ион, Сергий Редонский, Степан Пермский, Серапим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Хронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл Мефодий, Иннокентий Николай, Макарий, Алтайский, Филарет, и все переводчики священного писания. Молите Бога о нас, да сохранит нас и укрепит Господь в святой православной вере. А замысли ретихов разрушив, ничто преврати. Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фёкла первомущенцев, Атина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь Софии, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетую, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Трискила и Акила, Андроник и Юния, Киприяна, Устина, Да дарует Господь послушание и молчание, целомудрие, стыдливость, И сохраних от всяческого поругания, исправки покоривость, Долины семейства Евгения, Надежда, Софтальна, Мария Елена. Людмила Иоанна, прими нашу молитву воздияния рук, как жертву вечернюю, Благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, Господи, И соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Услыши, Боже, и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам, Любящий наш Отец Небесный, ради голгофских страданий, Единородного Сына Твоего Иисуса Христа и пролитой им кровью за нас, Услыши, прими нашу молитву и исполни о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй. Аллилуйя! Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Субтитры создавал DimaTorzok Аминь. Доброе утро всем. Аминь. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Продолжение следует... Продолжение следует... Мы осуждаем Бога. Так ли это? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Я не уверен, знал ли Макарий Оптинский хорошо содержание Библии и говорил ли это. Посмотрим, что сам Бог говорит о священниках. Смотри нашу книгу к истинному православию, главу о священстве. Самые строгие слова в Библии говорятся именно о них. Книга Серахова, 15 глава, 11-12 стихи. Не говори, ради Господа я отступил, ибо что Он ненавидит, того ты не должен делать. Не говори, Он ввел меня в заблуждение, ибо Он не имеет надобности у мужа грешного. Пророк Исайя, 28 глава, 7-8 стихи. Нет чистого места. Пророк Иеремия, 1-18. И вот, я поставил тебя ныне укрепленным городом и железным столбом и медною стеной на всей этой земле против царей Иуды, против князей его, против священников его и против народа земли сей. Пророк Иеремия, 14-18. Выхожу я на поле, и вот, убитый мечом, хожу в город, и вот, истоевающий от голода, даже и пророк, и священник бродят по земле бессознательно. Пророк Иеремия, 32 глава, 32-34 стихи. За все зло сыновей Израиля и сыновей Иуды, какое они прогневление меня сделали, они, цари их, князья их, священники их и пророки их, и мужи Иуды и жители Иерусалима. Они оборотились ко мне спиною, а не лицем, и когда я учил их, с раннего утра учил, они не хотели принять наставления. И в доме, над которым наречено имя мое, поставили мерзости свои, оскверняя его. Пророк Иеремия, 23 глава, с 1 по 4 стихи, с 11 по 12. Горе пастырям, которые губят и разгоняют овец паствы моей, говорит Господь. Посему так, говорит Господь, Бог Израилев, к пастырям, пасущим народ мой. Вы рассеяли овец моих и разогнали их, и не смотрели за ними. Вот, я накажу вас за злые деяния ваши, говорит Господь, и соберу остаток стада моего из всех стран, куда я изгнал их, и возвращу их во дворы их, и будут плодиться и размножаться. И подставлю над ними пастырей, которые будут пасти их, и они уже не будут бояться и пугаться, и не будут теряться, говорит Господь. Ибо и пророк, и священник лицемеры, даже в доме моем я нашел нечестие их, говорит Господь. Зато путь их будет для них, как скользкие места в темноте, их толкнут, и они упадут там. Ибо я наведу на них бедствия, год посещения их, говорит Господь. Пророк Иезекииля, 7 глава, 26 стих. Беда пойдет за бедою, и весть за вестью, и будут просить у пророка видения, и не станет учения у священника, и совета у старцев. Пророк Осия, 4 глава, 6 стих. Пророк Осия, 5 глава, 1 и 2 стихи. Слушайте это, священники, и внимайте дом Израилев, и преклоните ухо дом царя, ибо вам будет суд, потому что вы были западнёю в массифе и сетью раскинутую на фаворе. Глубоко погрязли они в распутстве, но я накажу всех их. Пророк Михея, 3, 11. Главы его судят за подарки, и священники его учат за плату, и пророки его предвещают за деньги, а между тем опираются на Господа, говоря, не среди ли нас Господь, не постигнет нас беда. Малахия, 2 глава, 1, 2-3 стихи. Итак, для вас, священники, это заповедь. Если вы не послушаетесь, и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Саваоф, то я пошлю на вас проклятие, и прокляну ваши благословения, и уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердце. Вот, я отниму вас плечо, и помет раскидаю на лица ваши, помет праздничных жертв ваших, и выбросят вас вместе с ним. Пророк Иеремия, 2 глава, 8-9 стихи. Священники не говорили, где Господь, и учители закона не знали меня, и пастыри отпали от меня, и пророки пророчествовали во имя Ваала, и ходили во след тех, которые не помогают. Поэтому я еще буду судиться с вами, говорит Господь, и с сыновьями сыновей ваших буду судиться. Пророк Иеремия, 10-21. Ибо пастыри сделались бессмысленными, и не искали Господа, а потому они и поступали безрассудно, и все стадо их рассеяно. Пророк Иеремия, 12 глава, 10-11 стихи. Множество пастухов испортили мой виноградник, и стоптали ногами участок мой. Любимый участок мой сделали пустую степью, сделали его пустынью, и в запустении он плачет предо мною. Вся земля опустошена, потому что ни один человек не прилагает этого к сердцу. Пророк Иеремия, 22 глава, 22 стих. Всех пастырей твоих унесет ветер, и друзья твои пойдут в плен, и тогда ты будешь постыжен и посрамлен за все злодеяния твои. Пророк Захария, 10 глава, 3 стих. На пастыре воспылал гнев мой, и козлов я накажу, ибо посетит Господь совов стадо свое дом Иудин, и поставит их, как славного коня своего на брани. Пророк Языки, 34 глава, с 1 по 23 стихи. И было ко мне слово Господне. Сын человеческий, изреки пророчество на пастыри Израилевых, изреки пророчество и скажи им, пастырям. Так говорит Господь Бог. Горе пастырям Израилевым, которые пасли себя самих. Не стадо ли должны пасти пастыри? Вы ели туг и волною одевались, Откормленных овец заколали, А стада не пасли. Слабых не укрепляли, И больной овцы не врачевали, И пораненной не перевязывали, И угнанной не возвращали, И потерянной не искали, А правили ими с насилием и жестокостью. И рассеялись они без пастыря, И рассеявшись, сделали с пищей Всякому змею полевому. Блуждают овцы мои по всем горам, И по всякому высокому холму, И по всему лицу земли Рассеялись овцы мои, И никто не разведывает о них, И никто не ищет их. Посему, пастыри, Выслушайте слово Господне. Живу я, говорит Господь Бог, За то, что овцы мои Оставлены были на расхищение, И без пастыря Сделались овцы мои пищей И всякого зверя полевого, И пастыри мои не искали овец моих, И пасли пастыри самих себя, Овец моих не пасли. За то, пастыри, Выслушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог, Вот я на пастыре И взыщу овец моих от руки их, И не дам им более пасти овец, И не будут более пастыри Пасти самих себя, И исторгну овец моих Из челюсти их, И не будут они пищу их, Ибо так говорит Господь Бог, Вот я сам отыщу овец моих И осмотрю их, Как пастух поверяет стадо свое В тот день, когда находятся Среди стадо своего рассеянного, Так я пересмотрю овец моих И высвобожу их Из всех мест, В которые они были рассеяны В день облачный и мрачный, И выведу их из народов, И соберу их из стран, И приведу их в землю их, И буду пасти их на горах Израилевых При потоках и на всех обитаемых местах земли Буду пасти их на хорошее пажите И загон их будет на высоких горах Израилевых Там они будут отдыхать в хорошем загоне И будут пастись на тучной пажите На горах Израилевых Я буду пасти овец моих И я буду покоить их, Говорит Господь Бог, Потерявшуюся отыщу И угнанную возвращу И пораненную перевяжу И больную укреплю А разжаревшую и буйную Истреблю Буду пасти их по правде Вас же, овцы мои, Так говорит Господь Бог, Вот я буду судить Между овцой и овцой, Между бараном и козлом Разве мало вам того, Что пастетесь на хорошее пажите? А между тем Остальное напажите ваши И топчете ногами вашими Пьете чистую воду А оставшуюся мутите ногами вашими Так что вы Так что овцы мои Должны питаться тем, Что потоптано ногами вашими И пить то, что возмущено ногами вашими Посему Так говорит им Господь Бог Вот я сам буду судить Между овцой и тучной, Овцой и тощую Так как вы толкаете Боком и плечом И рогами своими Бодаете всех слабых Доколе не вытолкаете их вон То я спасу овец моих И они не будут уже расхищаемы И рассужу между овцой и овцою И поставлю над ними Одного пастыря Который будет пасти их Раба моего Давида Он будет пасти их И он будет у них Пастырем Вот хотел, не хотел Давку сделать Иногда спрашиваю Ну а можно как-то определить Человек рожден свыше или нет Ну что рожден Это по всему видать У него мысли другие Ну все Но есть кое-какие качества Вот как допустим Определять Православный еретик В первую очередь Еретики Ну может кто-то Другие какие-то есть еще Иконы считают за идолов Это основное у них Иконы Это идолы Далее У еретиков Как правило Нет настоящих пастырей Нету Возникли когда-то позже И третье качество Или третий признак Они считают Что тысячелетнее царство Будет А не идет Вот три вопроса И уже на поверку Будет видно Кто перед вами И вот рожденный Человек свыше Он Блаженство Блаженно нищие духом Плащище У него все есть Его не надо уговаривать Что надо молиться Семикратно в день Он найдет время Хотя бы Не каждый день Но раз в неделю В субботу Или где-то в дороге едет У нерожденного Его тяги нет Господу И он везде Начинает умничать Вот у нас тут На занятиях Были такие Прочитают Какое-то слово А знаете А вот по-еврейски Там он По-еврейски Там или что-то Вот Миква там От крещения Лишь бы не крестить То есть они Презирают Вот этот Духовный Перевод Пренебесный Перевод Если человек Что-то говорит Знаете Здесь не так То другое Для меня Абсолютно Четко Ясно Нерожденный Свыше За Две тысячи лет Разных Переводов Было много Наш перевод Синодальный Самый Наилучший Самый Правильный Потому что Ни человек Один переводило На контроле Стояло Все Четыре Духовные Академии Метрополиты Синод Участвовали Проверяли И двое Из них Уже Канонизированы Перлорет Архимандрит Макарий Вот как-то Как касается Это Да тут Неправильно Переведено А я Немного В жизни Занимался Разными Языками И вот У меня уже Сформировалось Такое Что если Против Синодального Перевода Что-то Имеют Вот как Так называемый Свидетель Его Они полностью Отвергли Сделали Сделали Новый Всемирный Перевод Всемирное Искажение Никакого Отношения Так Библия Уже Не имеет И здесь Вот Задали Мне вопрос Я стою За капитрой Большой Университет Бывает В актовом Зале Бывает 750 Человек Примерно Вот что Я скажу Все-таки Сказал Человек Оптинский Старец Ну представьте Что вот этот Вопрос Задали Осипову Задали Ткачеву Смирнову Тех Которые Наведу Я уж не говорю Про Пархоменко Островского Это Отступники Богохульники Господь Их будет Раздавливать Как тараканов Этих Отступников Вот сейчас Сергей Вернись Назад Посчитай Сколько мест Писания Которые Привел Вот по этому Вопросу Я его не вижу Сейчас Посчитай Смирнову 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 Семнадцать мест Семнадцать мест Доходильные места Там приводится Не один стих А два Три Пять Семнадцать Семнадцать мест Семнадцать мест Семнадцать мест Семнадцать мест Запомните Запомните Если они А он что Отметит Не трожь Никогда не Говорят Перестаньте Судить Священники В этом Закрещается Только одна Праза Отстаньте От нас И не Трожьте Нас Провалитесь Вы пропадом На нас Как бы Говорят Они Так и Говорят Руку Поцелуешь Если Где-то Отдельно Так Он Ее Трет Там Полчаса Они Поставили Себя За место Бога И Когда Серафим Саровский Молился Пощадил Чтобы Бог Их Может Еще Какие Слова Говорил Настольная Книга Священнослужителей Третий Том Шестьсот Первая Страница И Бог Заговорил Не Пощежуй Не Помилуй Ибо Они Заменили Слово Мое Вымыслами Человеческими Это Написано 118 Псалом 113 Стих Вот И Все И Серапиму Это Было Открыто Ни Одного Не Пощадить Ни Одного Нету Как Будто Бы Такое Вот Может Сейчас Есть Кто А Почему Они Так Отвечают Потому Что Они Ученые Знание Твое Говорит Сбило Тебя С пути Мудрость Твоя Они Богу Не Доверяют Они Не Могут Поставить Так Вопрос Люди Пришли Не Ко Мне Они Считают Что Я Служитель Божий По Порядку Люди Пришли Не Ко Мне Но Они Считают Что Я Служитель Божий Ну Вполне Допустимая Мысль Он Не Обидится На Это Но Я Отмечаю Сам Пренебрегая Бога Я Не Слышу Бога То есть Библии То нет В руках Они Не Знают Что И Библию Не Считают Ни Один Старообрядец Не Ответит Так От Библии С С С С С С С С С Наработка До Революционных Было Везде В бедах Видели Евреев Бей Жидов Спасай Россию Ну И Добились Все Захватили Евреи А Этих Которые Били Всех Повесили Убили Расстреляли Надо Быть Очень Внимательным К Слышанному Любить Перевод Наш Русский 1876 С Ну и дальше Читай Следующий Вопрос И вы Внимательно Смотрите Какие Ответы У меня Самое Ценное Из всего Это Ответы Самое Самое То есть Что-то Можно Восстановить Что-то Могут Ответить Так Они Не Могут Не Могут На основании Слова Божия Толкование Святых Отцов Канонов Церкви Жития Святых И Мировой Практики Они Не Ответят Им Это Не Надо Дальше Вопрос 114 Патриарх Алексий Второй Поздравил Женщин С 8 Марта По Телевидению Что Это Победа Экуминизма Над Московской Патриархией Отвечает Игнать Тихон Лапкин Это Страшное Свидетельство О Бездуховности Патриарха Апостол Павел Грозно Предупреждает Чтобы Мы Не Поступали По Стихиям Мира И Не Любили Того Что В Мире Это Равнозначно Тому Что И Враждовать Против Бога И Быть Другом Миру Послание Колоссянам 2 Глава 8 Стих Смотрите Братья Чтобы Кто Не Увлек Вас Философию И Пустым Обольщением По Преданию Человеческому По Стихиям Мира А Не По Христу Колоссянам 2 20 Итак Если Вы Со Христом Умерли До Стихии Мира То Для Чего Вы Как Живущие В Мире Держитесь По Становлению И Акова 4 4 Прелюбодеи И Прелюбодейцы Не Знаете Лишь Что Дружба С Миром Есть Вражда Против Бога Итак Кто Хочет Быть Другом Миру Тот Становится Врагом Богу 1 Иоанна 2 15 Не Любите Мира Ни Того Что В Мир Кто Любит Мир В Том Нет Любви Очи 8 Марта Специально Подобранный Масонами День Разврата И Унижения Женщин Он Занимает Первое Место По количеству Потерявших Действенность В этот День И По количеству Насилии Это День Разврата Срама И Цинизма Учиненный Масонами На погибель Душ Униженных И Оскорбленных Женщин И Господин Редегер Не Может Этого Не Знать И Однако Желание Жить По Прихотям Сердца Своего Ни В Чем Не Противостать Миру Сохранить Своё Теплое Теплое Греховное Местечко Заставляло Толпами Ходить К Вечному Огню Прямой Дорогой В Вечный Огонь Этим Поклонением Про Образу Генского Пламени Празднованием Женщин С Днём Разврата Господин Дроздов Даёт Величайший Соблазн Доверившимся Его Водительству И Авторитету В данном Выступлении По Телевидению Он Выступил В роли Разносчика Заразы И Гибели Бесчисленного Числа Душ И Вина Его Посему Безмерно Велика Помолимся О Заплудшей Его Душе Вопрос 115 Положение Какое Сложилось В храмах Московской Патриархии Что Так Они Обмерщены Такое В других Поместных Церквах Отвечает Игнать Тихонович Лапкин Это я Отвечал Когда мы Еще Не Были Миссионерских Поездках Их Никто Не Было Понятно Отвечает Ответ Я Мало Ездил По Свету Но Много Встречался С Теми Кто Был В Тех Церквах Положение Точно Такое Ж Или Еще Хуже В Греческая Церковь Нисколько Не Считается Зазорным Что Священники Епископы Курят Табак В Открытую Точно Такая Же Мертвенность Нет Проповеди О Возрождении Недавно Ко мне Приехал Один Из Руководителей Отделенных Баптистов Очень Ревностный Просто Героический Рассказал О том Как Живут Переехавшие Из Фрунзы Баптисты В Америке Я Объясняю Кто Иван Данилович Кошнурчук Через Пять лет Они Полностью Разложились Все До единого И даже Те Которые По Несколько Сроков Здесь Отсидели В лагерях За Слово Божие Они Не Устояли Перед Соблазном Золотого Тельца Я Сам Был В Америке Выступал В разных Городах Перед Верующими Православными Баптистами И Подтверждаю Что Это Так Очень Жаль Когда Из Стали Эмигрировать Немцы Баптисты На Свою Историческую Родину В Германию То Эти Советские Баптисты Как Их Там Называли Были Не В Пример Тамошним Более Ревностны И Когда Эти Приходили В Собрания К Тем Ибо В Одном Здании Проводят Свои Собрания То Те Разгоняли Дым Табачный Из Молитвенного Здания Чтобы Эти Их Не Судили И Притом Там Не Так Раскаяние Принимается Вновь Обращающихся Но Просто Провозглашают Руководители Кто Хочет Покаяться Поднимите Руку Вопрос 116 Почему В церкви Мало Приходов Зарубежной Церкви Какие Причины Как Вы Думаете И Можно Ли Изменить Это Положение Отвечает Игнать Тихон Лапкин Ответ Приходы Зарубежной Церкви Отличаются От Московской Патриархии Тем Что Отрицают Декларацию Митрополита Сергия Строгородского 1927 Года Бросившую Церковь В полное Подчинение Безбожным Властям Не Участвуют В Экуменическом Движении На Сегодня Это Главные Причины Но Они Настолько Неведомы Народу Что Люди Это Преимущество Не Ставят Ни Во Что Во Всем Остальном Не Считая Обливательного Крещения В МП Они Ничем Друг От Друга Не Отличаются Но Зато Нахождение В Московской Патриархии При Патриархии Дает Некое Преимущество Открыты Храмы Которые Субсидируются Государством Есть Училища Семинарии Академии Сюда Сюда Ходили И Мои Родители Преемственность А Там Какие Зарубежники Шпионы Диверсанты Тебя Также Будут Обзывать И Детей Твоих А Нам Зачем Это Те Приходы Зарубежной Церкви Какие Есть В России Это Не Общины Но Точно Такие Же Только Бедные Как И В МП Этим Официально Разрешено Быть В школах Отдают Храмы Назначенные Представителя В силовых Органах В структурах Власти Человек Это Все Видит По Телевидению И Слышит По Радио Но Когда Нет Настоящей Веры По Евангелию То Приходится Согласиться Что Люди Сделали Правильный Выбор Находясь В Патриархии Если Бы В РПЦЗ Были Организованы Общины По Первоапостольскому Принципу С рождением Свыше И Начата Поистине Евангелизационная Работа С народом Непрерывная Проповедь Со Всеми Слоями Общества То Появилась Бы Надежда На Пробуждение А Так Просто Появилось Перетаскивание Тухлой Рыбы Из одной Дегтевой Бочки В Другую Вопрос 117 Придавали ли Анафеме Еще Кого Нибудь Кроме Льва Толстого Если Человек Отлучен От Церкви Имеет Льва Надежду На Спасение Вопрос 117 Придавали ли Анафеме Еще Кого Нибудь Кроме Льва Толстого Если Человек Отлучен От Церкви Имеет Льва Надежду На Спасение Встречает Игнать Тихонович Ларки На Первой Неделе Великого Поста Православная Церковь Проводит Чин Анафематствования Каждый Год Преданы Анафеме Все Революционеры Еще Патриархом Тихоном И все Коммунисты Масоны Куменисты И другие Богохульники Еретики И сектанты Первое Карифонам 6.22 Кто не любит Господа Иисуса 16.22 Первое Карифонам 16.22 Кто не любит Господа Иисуса Христа Анафема Маранафа Галатам 1 глава 8-9 стих Но Если бы Даже Мы Или Ангел С неба Стал Благовествовать Вам Не то Что Мы Благовествовали Вам Да Будет Анафема Как Прежде Мы Сказали Так И Теперь Еще Говорю Кто Благовествует Вам Не то Что Вы Приняли Да Будет Анафема По Смыслу Священное Писание Под Анафемом Попадает Каждый Кто Занимается Мифотворчеством Баснями В Церкви Христовой Говорит И проповедует Не то Что Проповедовали Святые Апостолы Только Согласно Этого Условия Под Анафемом Находится Большинство Православных Начиная С Патриарха Старообрядцев Католиков И прочих И Каждый Из них Осознав Это Может Сказать Что Нам Делать Ответ Только Один Деяние Деяние Тринадцатая Деяние Деяние Поющих Слушающих Этот Акафист На 108 Псалом Не Дрогнут Чресла Что Проклинают Себя За Пренебрежение За Нелюбовь К Христу Вопрос 118 При Истинном Крещении С полным Троекратным Погружением Будут Ли Нам Делать Миропомазание Если При В кавычках Крещении В церкви Нам Мазали Почти Воздушные Точки Даже Не Прикасаясь К телу А Иногда Помазывая Одежду Ответ Игнати Тихонович Лапкина Ситуация Настолько Запутана Хитрыми Наемниками Что Даже Не хватает 719 Канонов Правил Чтобы Прямо Сослаться На них Поэтому Приходится Подобные Повреждения Уродства Допущенные В храмах МП Исправлять По частям Уповая На Милость Божию И Благодать Врачующую Немоществующие И Восполняющие Оскудевающие Без Погружения Крещения Нет Это Однозначно Миропомазание Хотя бы И с Небрежением Но Было И его Признаем И уже Не повторяем Здесь Опять же Стремнины С двух Сторон Третья Ездра Седьмая Глава Шестой Девятой Стихи Или Иное Подобие Город Построен И Расположен На равнине И наполнен Всеми Благами Но Вход В него Тесен И Расположен На крутизне Так Что По правую Сторону Огонь А По левую Глубокая Вода Между Ними То есть Между Огнем И водой Лежит Лишь Одна Астезя На которой Может Поместиться Не более Как только Ступень Человек Если Город Этот Будет Дан В Наследство Человеку То Как Он Получит Своё Наследство Если Никогда Не Перейдёт Лежащий На пути Опасности При Разрешении Таких Недоумений Всегда Есть Опасность Что Опасность Чего-то Не Предусмотреть И Впасть В Крайность Одна Всему Хлопать В ладоши Как Батюшки Любвисты Которые Всё Благословляют Что Есть Церки И Все Сегодняшние Безобразие Отступления Считают Незыблемыми Как Скала Сверхценными Другая Не Менее Опасная Стремнина Пропасть Огульно Отрицать Всё И Заниматься Сектантским Реформаторством Как Лживые Демократы Погубившие Россию Святые Отцы Всегда Советуют Держаться Золотой Середины Римлянам 12 Глава 18 Стих Если Возможно С вашей Стороны Будьте В мире Со Всеми Людьми И Хотя Псалом 119 7 Я Мирен Но Только Заговорю Они К Войне Вопрос 119 Вопрос 119 Почему Раньше Было 986 Правил Святых Соборов И Отцов А Потом Стало 719 Отвечает Игнати Человек Данные Которые Я давал Там Студенты Кто Это Задают На Занятиях Университетах Там По Радио Эти Цифры Мной Выгодены Ответ Книгой Правил Я Занимался Несколько Лет И Даже Сделал Собственный Перевод На Русский Язык В Первом Случа Учитываются Правила Царя Юстиниана А Вторая Цифра Только Те Правила Которые Сегодня Действуют Которыми Регламентируется Жизнь Церкви Теоретически Мне удалось Подсчитать Хорошо Зная Внутреннюю Жизнь Церкви Что Из Этих 719 Правил Вселенских И Поместных Соборов И Отцов 413 Повсюду Ежедневно Умышленно Целенаправленно Не Не Соблюдаются Пренебрегаются Нарушаются Нарушаются Говорю про Московскую Патриархию Чуть меньше Нарушению Старообрядцев Приемлющих Священство И УРПЦЗ Но Точно Так же Постоянно С тысячами Самооправданий Нарушаются Правила Окрещении Без Катехизации Иногда Без Полного Погружения Апостольское Правило 49 50 Ладыкийский Собор 45 47 6 Вселенский Собор 76 Правило Рукоположение В Дьяконы До 25 Лет А в священнике До 30 Лет 6 Вселенский 14 15 Правило Торговля В Храме Иоанна 2.16 Матфея 21 12 6 Вселенский Собор 76 Седьмой Вселенский Собор Пятое Правило Правило Василия Великого 80 Стоглавый Собор 38 Правило Не Выполняются Оглашенные Языдики Велкий Сарийский Собор Пятое Правило Первый Вселенский Вселенский Правило Карфагенский Собор 52 Правило Новая Скрижаль Страница 50 52 196 358 И так далее Смотри Нашу книгу К истинному Православию В главе О церковной Дисциплине Лука 12 47 Раб Раб же Тот Который Знал Волю Господина Своего И не Был Готов И не Делал По воле Его Бит Будет Много А Который Не Знал И Сделал Достой Наказание Бит Будет Меньше И от Всякого Кому Дано Много Много И потребуется И кому Много Вверено С того Больше Взыщу Вот Спрашивает А вам Вверено Мне Какой Вверено Я Печник И сторож Вверено Тем Которые На это Призваны Печь Дымит Или Дымит Священник За это Не отвечает И что Украдут Он Не отвечает На базе Где я Работаю Но я Однако Этим Занимаюсь И то Что От Ответ Дал Там Перечисляется Собор И все Никакой Осип Никакие Профессора Этого Ответить Не могут Они Не знают Они Не знают Соглавый Собор Полностью Отвергли А на нем Канонизировано Было Несколько Святых Все На сегодня Закончим Тихонечно Хорошо От Ливона Нету Известий Нет Нету Нету Ну Все Тогда Полезу В Ща Трулетку Помоги Вам Господи Слава Иисусу Христу Спасибо Христо С Богом Да С Богом иhem Трулетки Другой Трулетки